Что происходит в эфирах главных телеканалов, федеральных в том числе, мы можем увидеть, что уже большее количество рупоров Москвы говорят не только о каких-то абстрактных боярах, они говорят уже и про Путина, что вроде бы как не туда мы идем, что-то происходит не то, что хотелось бы, и царь тоже не туда идет. Как вы считаете, когда и наступит ли она вообще, эта критическая точка, когда рупоры Москвы скажут во весь голос, что мы идем в пропасть и виноват Путин, или они не смогут этого сказать в эфире? Еще как смогут. В соглашательстве. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Такие люди, как Соловьев, Киселев, на самом деле, конечно же, но это люди, которые способны переобувствовать. Это оборотни, способны переобувствовать. А как они будут оправдывать свои действия? Скажут, что их ввели в заблуждение, им угрожали. Что они смогут сказать? Значит, я думаю, что ничего они не будут говорить. Они просто... Ну вот, слушайте, тот же самый Киселев, который работал в Украине и который говорил прямо противоположные вещи, когда работал в Украине, по сравнению с тем, что он говорит сейчас. Он что, кому-то что-то объясняет? Нет. Он просто в один момент говорит прямо противоположные вещи. Или очень хорошо известно видео, на котором совсем еще недавно, но сравнительно недавно, еще на нашей памяти, тот же самый Соловьев на вопрос... Вот одной из впечатлительных зрителей, зрительниц, вот как же так, вот все-таки Крым бы надо забрать, он говорит, зачем вам Крым? Вы что, с ума сошли? 13-й год. Да, это же Украина, это же как бы... Вы что, войны с Украиной хотите? С ужасом говорил Соловьев. Это было искренне, это было просто... Вот человек возмущался, как можно брать чужое. Крым же, это Украина. Вы что, хотите? Человек, который может представить себе войну с Украиной, это безумец. И тут же, буквально на следующий год, тут же, мгновенно, не меняясь в лице, человек орал, что ну, наконец-то, Господи, какое счастье, забрали Крым. Ну, наконец-то Крым вернулся в родную гамму. Ничего, ни малейшего, ни малейшей паузы, ни малейшего изменения в лице, никаких объяснений, никаких... Ничего личного, только деньги. Ну, абсолютно никакие проблемы. Когда этот момент произойдет, я совершенно точно могу сказать, здесь даже вопроса нет никакого. Как только украинское победоносное наступление осуществится, и станет понятно, что этот... Ну, тут многое зависит от того, в какой степени. Мы не знаем сейчас, никто не знает. Я думаю, что и генерал Залужный не знает, и президент Украины тоже не знает. Значит, каким образом, до какой степени будут разгромлены российские войска. Этого не знает никто. Но если, вот, я надеюсь, в этом году победоносное наступление украинской армии осуществится, и российские войска будут разгромлены, отброшены до границы 91-го года, я думаю, что в очень большой степени вероятности произойдет вот это вот переобувание. Начнут говорить, что, ну, есть такая замечательная песня «Оказался наш отец не отцом, а сукой». Вот этот вот примерно, да, кум... Да, значит, это хорошая песня диссидентская, которая еще в советские годы гуляла. Значит, она будет воспроизведена как раз в полном объеме, в настроениях вот всей этой мрази, которой населяет российский телевизор. Они переобуются мгновенно. Это оборотни, которые мгновенно переобуются тут же. У меня в этом никаких сомнений нет. Есть зомбированные люди. Ну, например, я сомневаюсь, что тот же самый Прилепин вот таким образом. Это зомби. Это зомби, который искренне убежден. Он всегда так думал. Там какой-нибудь Проханов, безусловно, не будет изменять себе. Это люди, которые искренне верят. Они давно так считали. Они никогда не были другими. Ну, таких вот я просто довольно внимательно слежу за тем, что происходит в российском медиапространстве. И я думаю, что таких, ну, максимум 10%. А 90% это оборотни, которым переобуться, перевоплотиться. Это просто доли секунды. Никто даже не заметит, как они совершенно будут с другой позиции вещать. Игорь Иванович.